Добрый день! Сегодня я наконец-то расскажу о кубике МС-3Л от компании МС-Куб. Эта головоломка у меня уже давно, никак не решался записать видео, но видимо пора. МС-Куб, МС-3Л, опять и снова. Здесь техническая информация, всё по-китайски. Почему-то написано МС-3В1, ну и до трёх лет нельзя. Сделано в Китае. Но здесь на штрих-коде подписано МС-3. Если сравнивать с коробкой от МС-3В1, то они совершенно разные. Чёрные, это белые. Ну и на МС-3В1 как-то более дорого-богато всё выглядит. Открывается где-то сбоку сам кубик, подставка. Такое место с безопасными бортиками и аксессуары. Давайте сразу их посмотрим. Сменные гаечки двух цветов. Ну, пожёстче, помягче можно заменить. И большая инструкция, видимо. Не только. Какая-то маленькая бумажка. Показывает систему настройки. И вот так. А, ну здесь по-английски, а здесь по-китайски. Одно и то же. Розовые гайки самые жёсткие, зелёные самые мягкие. Изначально установлены, видимо, синие. Можно гайки менять, ну и можно ещё что-то здесь крутить, также регулировать. Чем-то похоже на МС-3В1, уже точно не помню, как было там. И большая бумажка. Здесь, наверное, Фридрих. Да, здесь Фридрих. А здесь метод для начинающих, но по-китайски. Я уже не раз рассказывал эту историю, но напомню. Я заказывал МС-3Л в ожидании чего-то интересного. Так как МС-3В1 кубик очень хороший и мой любимый. И пока я считаю его своим основным. Хоть у меня есть уже трёшка поинтереснее, но её я пока не протестировал. МС-3В1 и МС-3Л существуют в двух версиях. Со стандартными магнитами и с двойными магнитами. Розовый логотип. Это вот хорошая версия, с сильными магнитами. А зелёный логотип со слабыми магнитами. И мне по ошибке прислали версию не ту. Извинились, сказали ой-ой-ой, сейчас мы всё исправим. И прислали мне кубик другой. Вот этот. Я его открываю. Смотрю. Логотип тоже розовый. Как хорошо. Чёрный пластик внутри. Какой приятный, отличный кубик, думаю я. Вот так МС-3Л меня удивил. Действительно не хуже, чем МС-3В1. Хотя стоит подешевле. Но, сделав несколько сборок, я понял, что какие-то ощущения сильно знакомые. А потом уже присмотрелся к упаковке. Это был МС-3В1. Да, мне прислали кубик дороже, вместо того, что я просил. Но МС-3В1 у меня уже есть. И второй мне был не нужен. Я хотел МС-3Л с нормальными магнитами. Но с ним так и не случилось. Кстати, можно посмотреть, как МС-3В1 поменялся. Вот был неокрашенный пластик внутри раньше. Теперь вот чёрный. Не знаю, у всех ли моделей. Ну, у этой так. Логотипчик у старого кубика подстёрся. Вот у нового должен выглядеть таким образом. Розовый цвет. Это сильные двойные магниты. Ну, раз я уже этот кубик открыл, давайте сравним комплектацию. МС-3Л и МС-3В1. Что тут есть? А тут ещё какие-то пружины. Какие-то вот такие вот штучки. И мы видим запасная крестовина. Что всё-таки вот эти внутренние элементы разные. МС-3Л и МС-3В1. Ну и запасные логотипчики тут лежат. Наверное, пригодятся. Причём они зелёные. Надо будет посмотреть старые коробки от этого кубика. Вдруг там тоже были логотипы. Естественно, я не стал тестировать вот этот новый куб. Так как он такой же, как мой старый. И вернул его в коробку. Тем временем, желание покупать МС-3Л с нормальными магнитами у меня пропало. Кстати, здесь подставки нет в комплекте. Ой, МС-3Л есть. МС-куб. И поэтому я всё-таки решил записать видео о том, что есть. То есть, о обычном кубике МС-3Л со слабыми магнитами, который мне не понравился. Я пробовал это исправлять с маской, но хорошего ничего не получилось. Сам по себе дизайн кубика, наверное, хорош. Мне не нравятся только магниты. И, вероятно, в нормальной версии с розовым логотипом всё будет хорошо. Ну, проверять мне уже не хочется. Размер кубика 55,5 мм, как заявлено. Вес 77 граммов. Возможно, эта версия чуть легче, либо наоборот, версия с нормальными магнитами чуть тяжелее. Но я не проверял, верю информации из магазина. Сам по себе кубик неплох. Вращается. Но сила магнитов удручает. И это единственное обстоятельство, которое в этом кубике меня не устраивает. Всё остальное, наверное, хорошо. Только из-за недостаточно магнитной силы я не буду никому рекомендовать этот куб. Я из-за этого ошибаюсь. Мне некомфортно. Я не знаю, сколько на нём открутил. Но явно не тысячу. И крутить тысячу не хочется. Давайте сравним строение со старшим братом с более дорогим MS-3 V1. Разберём. Строение явно поменялось. Некрашенный пластик. Это MS-3 V1. Цветной пластик. Это MS-3 L. Видим вот дополнительные магниты на MS-3 V1. И паутинка на некрашенном пластике такая, ну, еле нарисованная. На MS-3 L паутинка прям выдавлена. Возможно, это хорошо. Но и ножки тоже сильно отличаются. Это были рёбра. Теперь углы. Видим более грязный, неокрашенный пластик у MS-3 V1. И более рельефный цветной MS-3 L. Конструкция ножки, вот именно вот этой, сильно поменялась. Видим, разные. Ну, так, схожие черты есть. Вероятно, с нормальными магнитами это очень хороший куб. Ну, я про MS-3 L. Ну, я этого не узнаю. Если кто-то владеет кубиком с нормальными магнитами, напишите в комментариях. Я до сих пор считаю MS-3 V1 с розовым логотипом очень удачным кубиком. Он, наверное, лучший. Естый конкурент, который может быть, это, наверное, кто-то из Ганнов. Но, как мы помним, MS-3 V1 создаёт бывший дизайнер Гана. И наверняка это вполне грамотный человек. Отличная трёшка MS-3 V1. Если вы ищете очень хороший куб, но не Ганн, вот он вариант. MS-3 L с зелёным логотипом мне не понравился. Я даже не стал менять у него все эти гайки на стройке, потому что сила магнитов крайне слабая. Если вам нравятся кубики с очень слабыми магнитами, ещё слабее, чем на RS-3 M2020, то, возможно, вам это будет интересно. Так, собирать им, конечно, можно. Ну, разница в цене в пару долларов. MS-3 L дешевле, чем MS-3 V1. Поэтому экономить на магнитах я смысла не вижу. Лучше купить нормальную версию и радоваться ей. А на этом всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok